Меня зовут Суходоев Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем сквозь технические неполадки, так скажем, проведем вводный технико-экономический вебинар и далее расширенный технико-экономический вебинар, потому что очень есть много что рассказать, в первую очередь новичкам и на расширенном технико-экономическом вебинаре. Я думаю, что всем будет как минимум интересно и, собственно, рады приветствовать в первую очередь новичков. Просим прощения за технические неполадки, собственно, вот также коллегам пришлось делать опросники, запускаем опросник и, собственно, видео по этому звучали немного дольше, но постараемся уложиться в это время и, пожалуйста, проголосуйте на опросник. Те, кто присутствуют первый раз, то есть сколько вы раз присутствовали, ноль новичок поставьте тех, кто присутствует первый раз. Это очень важно для понимания, сколько у нас новичков присутствует, потому что самое важное и самое главное вводном технико-экономическом вебинаре – это именно то, что необходимо понять новичку, человеку, который только присоединяется к проекту Skyway и человеку, который только погружается в мир транснет, в мир струнных технологий. И, собственно, мы стараемся наиболее четко, емко, кратко, лаконично и просто, самое главное, донести информацию до новичка, который только услышал о технологии Skyway. И, собственно, мы также были когда-то новичками, то есть Сергей Анатольевич был новичком более 15 лет назад. Что касается меня, я в 2014 году в феврале, так вот наиболее активно и в январе полупассивно присоединился к проекту. И на сегодняшний день мы с вами развиваем, дорогие друзья, очень важный, очень масштабный проект, который составит новое звено в технологическом прогрессе мировом и струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Наверняка вас позвали, дорогие новички, именно послушать про струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Так вот, эта технология станет основой и базисом и фундаментом будущей сети Transnet, это сеть ближайшего будущего, не какого-то отдаленного, а самого-самого ближайшего. Потому что осенью 2016 года мы уже планируем произвести демонстрацию, то есть осталось буквально считанные месяцы, и мы увидим летящие по струнам юнибайки и юнибусы. И далее, соответственно, это будет уже грузовое направление, и в 2017 году я более чем уверен, что мы уже начнем создавать высокоскоростное направление. Это как апогей, как необходимость быстрого, комфортного перемещения с высокими скоростями. Но не с теми скоростями, с которыми перемещаются на сегодняшний день самолеты, то есть не с теми скоростями, с которыми концепция Hyperloop, допустим, задумана, то есть более 1000 км в час. Никому эти скорости подобного рода не нужны, и, собственно, как ранее кремниевые технологии стали основой информационной сети Transnet, интернет, и, кстати, оговорка по Афрейду. Также и интернет будет являться составной частью Transnet, и мобильная связь, и радиочастотные, цифровые радиосигналы, множество того, что на сегодняшний день для нас абсолютно привычно, ранее невозможно было предположить. И я всегда привожу такой пример именно на своем опыте, будучи человеком уже эпохи компьютеризации, эпохи смартфонизации, не побоюсь этого слова, то есть вот это вот устройство, я думаю, что у многих и молодых, и не очень людей на сегодняшний день присутствует. И на самом деле, вот я недавно общался с своими коллегами и другом тоже хорошим, который живет в Европе, и, собственно, благо есть Skype, и мы можем, фактически находясь в разных точках земного шара, общаться и с видеосвязью общаться. И раньше это было невозможно, дорогие друзья. И основываясь на своем опыте, я могу сказать, признаюсь в этом честно, что 4 года назад, более 4 лет назад, то есть в 2011 году, в 2010 году, я искренне опасался и боялся совершать денежные переводы. То есть это то, что сейчас фактически плотно вошло в мою жизнь, многие сейчас процессы мы производим фактически мгновенно, это оплата, это передача видео и цифрового сигнала, звукового сигнала, который вы сейчас слышите, ну, благодаря техническим неполадкам нашей вебинарной комнате, конечно, с некими техническими сложностями иногда, но все же вы получаете эту информацию. Ранее это было невозможно. Ранее трансатлантический вот этот кабель именно для обеспечения телефонной связи был проложен фактически по дну океана, и более того, миллионы километров проводов на дне океана так и лежат. То есть это уже прошлое технологического прогресса, и на самом деле, фактически, можно сказать, уже в прошлом остаются концепции перевозки железнодорожными составами, концепции использования метро, я не говорю уже про монорельс, я не говорю уже про туристическое направление и горные подъемники для горнолыжников, эффективное средство передвижения, это фуникулеры, это, так скажем, если самолеты птеродактили цивилизации, то это бронтозавры и, собственно, мамонты, которые не вымрут, может быть, но стоит потесниться, потому что на сегодняшний день мир нуждается в несколько другом инновационном и действительно широкомасштабном массовом проявлении, проявлении новых транспортных мессенджеров, транспортных коммуникаторов и, собственно, вот разговор с моим другом в Европе, который живет, закончился тем, что он не желает вообще приобретать даже автомобиль новый, то есть ему фактически новый автомобиль и не нужен, потому что Европа, как никто другой, и многие страны, находящиеся за пределами Российской Федерации, понимают и вводят квоты комиссий на въезд в центр города, потому что проблема выхлопных газов, она стоит наиболее остро, и проблема того, что мы ищем место для парковки, банально, я не говорю уже про те бешеные пересадки, когда хорошо, если часами обходится пересадка, но иногда это сутки для того, чтобы попасть на следующий рейс, и всем я также привожу пример Стамбул, Сергей Анатольевич вот скоро ощутит на себе уже в который раз, и нужно будет стоять 4-5 часов для просто прохождения контроля, и для перехода в другой сектор терминала, чтобы, соответственно, совершить полет в пункт назначения свой. На самом деле Skyway это то недостающее, то ускоряющее звено в будущей мировой логистике, в котором нуждается на сегодняшний день 99, на мой взгляд, процентов населения Земли. Более того, мы предполагаем и мы декларируем, что менее чем через 10 лет благами Skyway, благами Transnet будут пользоваться даже люди низшего класса, то есть, ну, грубо говоря, бомжи, люди, не имеющие определенного места жительства, места работы, как сегодня в Европе пользуются даже не кнопочными телефонами, а нормальными смартфонами, которые раньше казались такими полуэлитными, пошли в массовое развитие, и также Skyway, также Unibus, и в частности, и в особенности Unibike войдут в массовое потребление. Именно массовое потребление всегда формирует очень серьезную капитализацию. Пример этому корпорация Apple, которая фактически задала тренд и создала первый в мире умный мобильный телефон, то есть, присоединив к этой коробочке уже с мобильными сигналами еще и интернет, еще и потом возможность пересылки SMS, и вы все помните эпоху пейджера и так далее, ну, собственно, струнная технология, дорогие друзья, начиналась тоже не с самого сложного, не с самого аэродинамичного, как мы на сегодняшний день уже видим, а еще более 39 лет назад Анатолий Эдуардович начал продвигать концепцию далеко не струнного транспорта, но очень важного комплексного инфраструктурного решения, которое позволило бы еще в те годы, еще даже в 88-м году на конференции по неракетной индустриализации космоса вынести промышленность в открытый космос и сократить влияние, пагубное влияние на экологию промышленности, огромное загрязнение окружающей среды, и фактически мы действительно гадим там, где живем. И принцип действия опишем буквально в нескольких словах, то есть гигантское достаточно сооружение, более 42 тысяч километров, простирается по экватору, располагается на эстакаде, и, соответственно, вакуумная труба за счет действия магнитной силы, которая возникает, в свою очередь, за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя, за счет накопления энергии, формируются центробежные силы, которые выталкивают фактически эту конструкцию, в вакуумную трубу и заставляют подниматься, и если смотреть именно в концепции планеты Земля, то эта вся конструкция, она расширяется, причем менее чем на полтора процента. И, соответственно, на высоте 300 километров примерно замирает, и там в первый, так скажем, полет будут зафиксированы определенные товары, определенные, не то что даже товары, материалы, товаров и речи не идет, потому что в первую очередь необходимо будет построить инфраструктуру в ближнем космосе и подготовиться к тому, что мы действительно будем выносить индустриализацию, выносить всю промышленность в открытый космос. И Джефф Безос, миллиардер, основатель Amazon.com, на прошлом вебинаре расширенном технико-экономическом мы говорили, сказал, что через 100 лет, возможно, уже будет вынести промышленность в открытый космос, и что мы к этому идем, мы к этому обязательно придем. А представьте то, что Анатолий Эдуардович Ницкий еще в 88-м году, то есть задолго до появления вообще Amazon.com, задолго до появления интернет, первых компьютеров, и, собственно, была попытка опередить технологические уклады, но ни у кому никогда этого не удавалось, сломать логику и ступенчатость, постепенство развития технологического прогресса. Анатолию Эдуардовичу тоже это пришлось отложить, и оптимизируя уже общепланетное транспортное средство, Анатолий Эдуардович Ницкий, используя минимум материалов, пришел к концепции. Вот вы как раз таки видите на картинках, которые расположены справа, это эстакада, это легкая ажурная конструкция, по которой могут перемещаться и подвижные составы, и городские, и высокоскоростные, и грузовые, и легкие прогулочные, и все это вылилось в концепцию именно транспорта второго уровня. И пройдя огромный путь сторонников, противников, это различные послы, посол Малайзии, получив два гранта ООН по улучшению качества жизни в населенных пунктах с помощью технологии Skyway, и более того, была возможность освоить эти гранты ООН, достаточно неплохие там суммы были, но парадокс в том, что Академия наук поддержала, Министерство транспорта не поддержало. Но в 2000-х годах произошло то, что, скорее всего, технологии, направленные на благо всеобщей, всей планеты, произошла такая отправная точка и перелом стадии развития проекта, это встреча с Лебедем Александром Ивановичем, и Сергей Анатольевич, еще не представляя, каким образом в 2013 году будет развиваться проект, основываясь на принципах донесения информации от человека к человеку, то есть фактически основы сетевого построения корпорации, основы инвестпроводящей системы, которая у нас сейчас формируется, подсел к Лебедю Александру Ивановичу, благо они находились в одном самолете, и начал рассказывать о проекте буквально за несколько часов, рассказал, каким образом за 2-3 года увеличить ВВП более чем в 2-3 раза Российская Федерация с помощью построения инфраструктуры высокоскоростных перевозок и, соответственно, продаж за пределы и территорию Российской Федерации чистой воды питьевой, из Байкала, из Таймыра, из Нежского озера, из других пресных озер и подземных источников, соответственно, также и пищевого льда. И более 6 месяцев многие озера находятся в замерзшем состоянии. Вообще у нас на территории Российской Федерации уникальное расположение, так как мы являемся переломным моментом в различных транспортных путях сообщения и в шелковом пути, и на самом деле у нас очень стратегически важное и удобное расположение, и мы призваны жить как минимум, как и Арабские Эмираты, и пользоваться и недрами, и осваивать те месторождения, которые на сегодняшний день невозможно освоить. И Лебедь Александр Иванович это признал, понял. Очень нам нравится, и мы следуем этой фразе Александра Ивановича Лебедь, что струнным технологиям в России быть. И, соответственно, буквально через несколько недель после разговора с Сергеем Анатольевичем был выделен первый транш из фонда губернатора, и началось строительство в городе Озера Московской области, испытание СТЮ, струнная технология Юницкого, так называлось еще по аббревиатуре, тогда еще не было бренда Skyway, и, соответственно, вот этот тестовый участок, этот первый технопарк просуществовал с 2001 по 2009 год. Но в 2009 году, к сожалению, либо к счастью, естественно, на тот момент, к сожалению, но для нас, на самом деле, дорогие друзья, к счастью, и вообще для развития проекта, я бы сказал, к счастью, после заседания по инновациям в транспорте, испытательный полигон стента в озерах был полностью разрушен и увезен в неизвестном направлении по неустановленным причинам неустановленными лицами. И более того, планировали выделить в районе миллиарда рублей, но, видимо, время тогда еще не пришло, и не так серьезно чувствовалась зависимость от нефтедоллара. Нефть стоила дорого, все было хорошо, и сырьевая модель экономики, она действовала, и она приносила доход, но, соответственно, время на тот момент было упущено, и фактически на сегодняшний день мы могли бы уже достичь серьезного роста ВВП, применяя струнную технологию Анатолия Эдуардовича Юницкого. И пообщавшись также с различным количеством крупных предпринимателей, крупных государственных деятелей, и это были серьезные чиновники и, собственно, сподвижники, и в Хабаровском крае, и в Хантамансийском, и в Красноярском крае планировалось строительство СВСТЮ, и с магнатами строительной, девелоперской индустрии в Московской области велось общение. Но все заканчивалось одним и тем же, эти люди хотели обладать всем и не считаться гениальным действительно человеком, и в первую очередь создателем, управленцем струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, самим Анатолием Эдуардовичем, естественно, и генеральный конструктор, ныне и генеральный директор международной группы компании Skyway не мог допустить, чтобы технология действительно попала в ненужные руки и чтобы стали действовать по принципу «зачем все достаточно хорошо куется». И сегодня мы с вами куем будущее, дорогие друзья. Мы с вами финансируем глобальный проект этого века, и фактически уже была создана, не фактически даже, а практически, я бы сказал, создана техническая документация городского пассажирского, грузового транспорта, легкого прогулочного транспорта. Уже установлены, чуть попозже я покажу результат по строительству, и результат строительства – это самый главный результат. Но очень важно, что фактически более полугода назад появилась концепция, стратегия легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. Это наши мускулистые братья, так скажем, юнибайки, очень юркие и очень доступные для показательных выступлений, так скажем, возможностей технологии Skyway при общении с чиновниками, с крупными предпринимателями. И на самом деле, юнибайки еще настолько себя покажут, что, скорее всего, только благодаря юнибайкам, сугубо на наш взгляд, Сергею Анатольевичу, будет сформирована капитализация больше, чем капитализация Apple. Потому что юнибайки – это будет нечто большее, чем просто транспортный подвижной состав. Естественно, проект развивается, когда он несет в себе положительнейшие черты. То есть это безопасность, это социальность. Опять же, я повторюсь, то, что даже малоимущие слои населения смогут пользоваться Skyway и перемещаться фактически на сегодняшний день, сравнимый с комфортом первого класса, и путевая структура будет долговечной, стоять фактически вверх. И если говорить про те события, которые произошли в 2015 году, меня поразил тот факт, что на заседании ООН была принята Парижская конвенция, соглашение, тема там была изменение климата и влияние этого всего на нашу планету Земля. И время пришло принять это соглашение более чем 140 странами. И, соответственно, это заставляет задуматься, что, видимо, ситуация достаточно невицеприятная на сегодняшний день для всей планеты в целом, что 140 государств подписали соглашение, которое никак не могли подписать, собственно, сквозь года, так скажем. И вот оно, наконец-то, свершилось. Также у нас достаточно остро стоит угроза терроризма на сегодняшний день, и хотелось бы использовать тот транспорт, который будет устойчив даже к взрывам. И, более того, не будем испытывать, но даже если произойдет взрыв, то, скорее всего, струнная путевая структура на хотя бы какой-то основе, оставшейся от взрыва, останется висеть, просто пролягнет, так скажем, и подвижной состав либо остановится, так как он обладает машинным зрением, либо вообще уедет назад, почувствовав опасность, и предупредит об этом всю систему транснета через систему автоматизированного управления, и, соответственно, люди не пострадают, самое главное. И что говорить об инновационности, но этого просто нет в информационном поле Земли. И самое важное, самое главное, что хотелось бы вам донести, дорогие друзья, это очень высокая аэродинамика, и аэродинамические показатели, очень эффективные показатели, более эффективные, чем спортивный самолет, чем очень красивые спортивные болиды, и вот недавно даже Сан Йонг выдвинули концепцию, что они двигаются в область электрокаров, очень модное явление на сегодняшний день. Как раз таки аккумуляторами запитываться в том числе смогут подвижные составы Skyway, и это абсолютно в логике, в тренде развития на сегодняшний день современной транспортной, не только индустрии и целом инфраструктуры, то есть единой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной сети Транснет. И КПД колеса, соответственно, 99% не будут вдаваться в такие понятия, как площадь поверхности соприкосновения и так далее, но этот коэффициент достигается в том, что фактически подвижной состав является рельсом и автомобилем, и он без потери, не в машину идут, на разгон идет по автомобиле, фактически с минимальными потерями перемещается подвижной состав в соприкосновение сталь по стали. Соответственно, если переместить на язык цифр, то 20 кВт примерно будет тратить 50 местный, фактически это как Икарус, с электронной сцепкой Юнибус, и примерно это будет 3-5 литров. Примерно если в стоимости перемещения, это 1-2 доллара на 10 пассажирокилометров, это уже если говорить про высокоскоростной состав, то есть посчитайте, сколько, допустим, будет скорость перемещения, даже при текущем курсе доллара, раньше он был в 2 раза меньше, сейчас в 2 раза больше, еще поднимется, скорее всего, снова, когда начнется отопительный сезон. Это парадокс, это бред, на самом деле, дамы и господа, что наша экономика, Российская Федерация, на сегодня зависит в том числе от отопительного сезона, и потребление нефти США, Европой и так далее, потому что уже пришло время создать тот новый хребет, тот новый позвоночник, на который будут наслаиваться, соответственно, этот скелет, опорно-двигательную систему уже мышицы, и транспортная система Транснет будет той связующей и составляющей действительно эффективного развития нашей страны, и самое главное, это действительно реально и возможно, дорогие друзья, потому что путевая структура возможна к строительству на любом типе рельефа, местности, поверхности земли, и, собственно, легкая ажурная конструкция, фактически как концепция шелкового пути. Шелк придет, паук-шелкопряд, это очень тонкая и очень прочная нить, так вот, наша струна, причем это сравнение было создано одним из подвижников Skyway, одного из приближенных государственных деятелей Чеченской Республики, с которым велись переговоры, он такое сравнение привел, и, соответственно, с пролетами на 3-5 километров, с моноличиванием спецбетона, и своя марка бетона была сделана именно под эти нужды, чтобы простирались путевая структура с пролетом между анкерными опорами 2-3 километра, и, соответственно, очень много ноу-хау, как в конструкции колеса, так и в конструкции самого рельса, об этом вы можете увидеть, прочитать в материалах 100 ответов на 100 вопросов, обязательно вам сбросим, потому что это действительно очень интересные материалы, и строго рекомендую к ознакомлению теми людьми, кто не понаслышке знает, так скажем, технические составляющие, технические характеристики, потому что это очень важно, если вы можете с этой точки зрения доносить информацию о проекте. Многим, даже крупным инвесторам, какие-то технические составляющие не нужны, не интересны, но самый главный результат, который мы достигли, дорогие друзья, это строительство экотехнопарка по плану. И вы видите, август 2015 года, буквально я пробегусь, и с удовольствием всем направим эту обновленную презентацию, потому что очень важно наблюдать этапы развития строительства. В 2014 году, в августе, у нас было сформировано ядро КБ, и ядром является, в первую очередь, Анатолий Эдуардович Миницкий, потом стали появляться и наниматься другие специалисты, и, соответственно, уже в 2015 году нам выделили землю, недалеко от города Марина Горка, небольшой город, и очень символично, очень важно, и действительно, судьбоносно, Марина Горка имеет герб с Богородицей, тоже очень важно, и название у нас, небесные дороги, Skyway, и вы видите, что уже в октябре 2015 года, несмотря на то, что в августе мы закладывали капсулу времени, еще был бурьян, было чистое поле, уже в октябре 2015 был заложен нулевой километр, уже второй раз, первый раз он был заложен в 2001 году на территории технопарка города Озестры, посадили деревья, это тоже очень важно, и очень символично, в сентябре 2015 года произошло испытание модели 1.10, этим уже никак не удивишь наших подвижников, наших, не побоюсь этого слова, адептов Skyway, я сам являюсь адептом и горжусь тем, что являюсь адептом Skyway, и то, что развивает технологию, то, что прогнозирую уже, основываясь на тех событиях, которые проходят и которые прошли, каким будет мир с применением технологии Skyway, и, собственно, поэтому, так как мы это делаем, Сергеем Анатольевичем в некой степени уже футурологами выступаем, и вот в Казани как раз-таки представлены уже как футурологи. И, собственно, в декабре 2015, в феврале, в январе, посмотрите сами, каким образом, и стремительным образом действительно развивается строительство. И, дорогие друзья, я всегда сравниваю, кто живет в Шелябинске, поставьте плюс. Есть замечательный спортивный комплекс Citrus, в который я хожу, я вот всегда сравниваю, там достаточно более массивное, ширкомасштабное сооружение, которое не за народные деньги строится, и строится оно медленнее. И в январе мы увидели уже 19 промежуточных опор, 19-е является стальной, и это очень важный момент, когда буквально за считанные недели ускоряется строительство, а ускоряется оно только по одной причине, потому что мы с вами идем в срок по финансированию, и мы с вами двигаем этот проект, как когда-то строили Транссибирскую магистраль, как когда-то строили БАМ на народном энтузиазме и так далее. Ну, Транссибирскую не на народном, конечно, строили, но БАМ строили абсолютно на энтузиазме именно вот государственном. И уже, если говорить про апрель, экофестиваль, это уже фактически закончен второй этаж транспортно-логистического узла, станции, совмещенные с концевой анкерной опорой, установлено струнное интеллектуальное ограждение. Май мы видим уже начало строительства трассы легкого прогулочного транспорта, вы видите, внизу слева это вторая анкерная опора, и, соответственно, июнь, дорогие друзья, думайтесь и поймите, насколько действительно развивается строительство. Это конец мая, посмотрите на нижний левый угол и посмотрите на левую сторону, каким образом действительно быстро строится анкерная опора. Анатолий Эдуардович в своем репортаже, который мы поставим после вводной части, расскажет, насколько рекордными сроками пытается удивить не только инвесторов, а в первую очередь весь мир зао-струнные технологии, потому что оптимизация происходит фактически во всем. Начиная от состава вообще и кадрового потенциала, и кадрового резерва, который набирается и пополняется чисто из профессионалов, также постоянно оптимизируются системы, и даже вот сама концепция озелененных крыш получила грант про ООН. И это, дорогие друзья, действительно возможность, ценность сегодня для нас участвует в сельмасштабном проекте, у которого предзаказов уже на сотни миллиардов долларов, присоединяются свежие предзаказы. В 2019 году, вы можете это найти в монографиях на сайте Анатолия Эдуардовича Ницкого, у нас планируется строительство линейного города в Абудайбе, и сегодня мы можем действительно обеспечить и свое будущее, и будущих поколений, и воспользоваться возможностью, которая бывает раз в сто лет. Этого не будет ни у ваших другая возможность, если на то будет благосклонность Анатолия Эдуардовича и всего состава топ-менеджмента головной компании, именно в качестве участия народного финансирования в создании ОТС, общепланетного транспортного средства. А к этому, дорогие друзья, мы обязательно придем к ОТС, и фактически в пять раз быстрее мы позиционируем строительство ОТС, заработав уже триллионы на струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, в первую очередь головная компания, помимо реинвеста на адресные проекты, и естественно в начале это будет реинвест на развитие высокоскоростной трассы, естественно будут при получении первых прибыли и первые дивиденды, не побоюсь этого слова, да-да, и собственно через четыре-пять лет это могут быть достаточно уже интересные суммы и как говорит наш гуру инвестиционной и финансовой грамотности Виктор Тарасов о котором мы более подробно расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре все что более двадцати процентов годовых то является прибылью достаточно хорошей что является намного больше чем двадцать процентов годовых является сверхприбылью как раз таки в проекте с потенциальной возможностью сверхприбыль мы приглашаем вас дамы и господа разобраться и при желании принять участие инвестировать при возможности при опять же желании те суммы которых вам не жалко пожертвовать и не то что пожертвовать а именно инвестировать в сель выгодное направление и соответственно построить скайвей спасать планету спасти планету и дать дорогу в мир транснет в сети ближайшего будущего транспортной энергетической коммуникационной информационной и даже социальной ну а я передаю слово автору термина транснет Сергей Анатольевич напомнит когда появился термин транснет и собственно как это вообще произошло и уже с высоты действительно такого очень масштабного взгляда более 15 лет с технологией скайвей Сергей Анатольевич расскажет вкратце о технологических укладах и о том что у нас сегодня происходит и в мире и в друзья добрый вечер спасибо Алексей я сегодня есть такой походный в нашей студии я ведь не у себя дома вот абсолютно правильно Алексей сейчас сказал и я каждый раз прослушиваю вот эти вебинары это друзья очень важная работа и на расширенном я вам скажу зачем мы готовились фактически 4 месяца меня тут задают вопрос а вам не надоедает как попугай говорить одно и то же водные вебинары ну на что мы всегда во первых мы не говорим одно и то же это каждый раз с все таки определенной такой интерпретацией с усилением тех или иных моментов а с другой стороны друзья мы проделали очень важную работу мы отработали обточили именно доведение информации сегодня видите у Алексея выстроена четкая презентация я очень внимательно смотрю и мы ее дорабатываем я вношу к определенной корректировке в том как нам доводить информацию это друзья делается с несколькими целями первая цель что новички которые пришли надо чтобы четко понять о чем идет речь и получилось комплексное представление о всей программе и надо это сделать коротко за 30-40 минут доходчиво понятно и донести довольно таки сложную информацию потому что что мы доносим это очень очень непросто с другой стороны должна появиться четкая уверенность о том что это развивается делается и вы подключаетесь к очень серьезному большому проекту и дел который имеет перспективы потому что ведь одно дело что где-то развиваются кремниевые технологии где-то есть кремниевая долина где-то формировался мы имеем отношения на сегодняшний момент оказывается что интернет объединил информационное пространство убрал информационные границы и сегодня каждый может участвовать в развитии любого проекта в любой точке мира неважно на каком континенте он начинает развиваться и это стало возможным именно создание следующей концептуальной сети которая пришла за интернетом Алексей упомянул термин транснет да действительно в 2008 году на форуме на Санкт-Петербургском экономическом форуме где я делал доклад именно по новым технологиям в сфере транспорта я неожиданно подвел всю концепцию и со сцены назвал эту сеть транснетом что мы создаем транснет новые технологии и даже не заметил ко мне подошел журналист потом спросил когда вывели термин транснет и правильно ли мы подразумеваем что это сеть следующего поколения я честно говоря это вот именно произошло чисто автоматически потому что я ввел сотни и сотни и лекций и презентаций различного уровня аудитория и транснет он просто подошел и это естественное оформление и дальше как только вошел термин транснет его естественно сразу начали развивать смотреть это и Анатолий Дуарович сразу со всей инженерной школы принял эту терминологию потому что это сеть адресных проектов как потом уже Алексей дополнил понятие транснет транснет это энергетический транспортный и информационный коммуникатор сегодня подходит уже социальное а с точки зрения технологических укладов пятый уклад то есть в котором мы жили и живем сегодня это эра технологии информационных это эра айти эра хай-тека эра именно интернета как формирование общей агрегированной среды сейчас мы переходим в следующее как только он сформировался интернет и сегодня он просто активно развивается но такой взрывной рост он уже прошел и дальше сейчас он будет просто оттачивать и делать персональные определенные услуги которые нужны каждому это через эру смартфонов то что именно увидел первый и вел джобс соответственно сегодня подходит эра транснета это следующей сети и как сегодня интернет приходит в каждую точку земли и буквально ближайшие 3-5 лет бесплатный вай-фай будет покрывать всю поверхность земли соответственно сегодня уже проходит вот как в свое время прошла эра пейджеров потом прошла эра кнопочных обычных сотовых телефонов пришла эра смартфонов сегодня отходит уже сотовые операторы и понятно что айти телефония то есть то что будет через интернет она покроет через некоторое время абсолютно все средства коммуникации и мобильная связь как таковая как мы привыкли за последние 10 лет и пользоваться она тоже уйдет потому что такие мессенджеры как скайп ватсап вайбер а сейчас создается еще несколько очень интересных мессенджеров которые будут именно пользоваться смартфонами именно как приложение это все и в этих приложениях сейчас уже идет объединение всего я абсолютно уверен что через некоторое время мы будем и вебинары вести уже через мобильные приложения и общаться и платежные системы все будут привязаны личный кабинет и все все это будет в одном приложении смартфоне это будет все очень удобно функционально к этому подходит эта потребность и сегодня уже есть огромное количество специалистов которые работают над созданием таких систем так вот транснет это то что сегодня востребовано каждым и следующая эпоха то есть сегодня мы стоим на зарождении когда пользуясь терминологией именно Николая Кондратьева и Сергея Глазева технология выходит из эмбрионного состояния то есть когда она формировалась внутри специалистов внутри энтузиастов и широким массам она была неизвестна сегодня она выходит в широкую именно аудиторию выходит в инвестиционные возможности то есть у нас сегодня друзья уже приближается к 100 тысячам тут меня тоже упрекали вот вы говорили что у нас то полмиллиона то там 360 тысяч что теперь опять 100 тысяч инвесторов друзья это абсолютно качественно разные вещи зарегистрированных в программе у нас сегодня друзья да превышает 400 тысяч человек это те кто зарегистрированы но кто-то даже не получает информацию а тем более кто-то не инвестирует так вот сегодня мы усиленно быстрыми темпами мы подходим к 100 тысячам активных инвесторов которые инвестируют каждый месяц друзья это крайне важный для нас фактор это крайне важная для нас такая цель и задача потому что только активные инвесторы тут в чатах даже проходит такое название ответственные инвесторы это действительно кто пришел посмотрел инвестировал а теперь сделал эту систему регулярной потому что только за счет этой регулярности друзья можно планировать финансовую составляющую можно планировать работу можно планировать стройку можно заказывать и металл и металлоконструкции изготавливать подвижной состав и без планирования друзья это сделать невозможно тем более невозможно создать какой-то запас потому что объем работ вы видели по графику он всегда расписан вперед и нет такой графы как накопление поэтому все инвестиции которые приходят они тут же расписаны и по бизнес-плану который вы видите который сейчас на соответственно сайтах везде обновленный бизнес-план по строительству экотехнопарка это как раз все расписано и сделано и вот в 2008 году этот термин оформился сделался и сегодня друзья мы все участвуем в осуществлении в запуске компаний которые будут составлять костяк транснета и сегодня формируется конструкторское бюро которое будет именно выдавать и совершенствовать путевую структуру подвижной состав инфраструктуру сегодня формируются уже производственные мощности которые будут производить сегодня формируются уже демонстрационные и испытательные мощности это закладка друзья мощнейшей корпорации которая будет постоянно развиваться которая будет постоянно выдавать новые продукты которая постоянно будет на острие именно транснета и скайвей как именно локомотив будет развиваться постоянно на ближайшие 30-50-100 лет, соответственно, на срок службы путевой структуры и всей инфраструктуры в целом. Поэтому на сегодняшний момент нельзя сравнивать то, что было, то есть я на прошлом вебинаре очень так гневно с одним своим оппонентом, у меня очень большая работа сейчас, наши друзья, активисты выводят на нас с Алексеем большое количество бизнесменов, чиновников, с которыми надо проводить уже квалифицированную такую консультацию. И, соответственно, один такой бизнесмен начал со мной разговор о том, что я три года слежу за вашим проектом и я вижу, у вас ничего не поменялось. Я сказал, если вы здесь ничего не видите, то либо я сомневаюсь в ваших умственных способностях, либо вы мне просто врете. Поэтому на этом можно разговор, в общем-то, заканчивать. Потому что то, что Алексей сейчас показал, и, наверное, друзья, я как никто другой могу говорить, что когда два с половиной года мы проводили первые вебинары, и я произносил такие слова, что, друзья, мы будем создавать конструкторское бюро, мы будем строить новый экотехнопарк, мы будем проводить испытания, мы будем получать новые заказы. То это, друзья, звучало для кого-то, может будет, а может нет, кто-то верит, кто-то не верит. А сегодня и те репортажи, которые мы показываем, эту работу, мы говорим, друзья, мы сделали, мы собрали бюро, во что никто не верил. И для этого была самая головная боль инженера Юницкого, потому что собрать высокого уровня инженеров, которым можно ставить задачи и которые выполняют работу, это была практически непосильная задача. Решили эту задачу. Получили участок земли. И все знают, это произошло и с теми, что было в Литве, когда произошел конфликт с руководством и лично с президентом Литвы. И у нас отобрали землю и заморозили деньги именно наших инвесторов на счетах, с которыми мы сейчас судимся. Мы их обязательно отсудим, мы обязательно накажем за неправомерные действия, но это, друзья, определенный процесс. И в Беларуси сегодня, когда идет строительство, когда уже потянулись со всего мира инвесторы и заказчики говорить о том, что у нас за три года ничего не извинилось, то, ну, друзья, я не знаю, о чем тогда говорить. То есть у меня с такими людьми обычно разговор сразу заканчивает. Я говорю, все, спасибо, до свидания, не будем тратить друг друга время. Вот, соответственно, следующие планы, которые у нас сегодня стоят, это демонстрация, уже мировая презентация на выставке в Берлине. Это действительно мирового уровня заявка и на весь мир именно инноваций в сфере транспорта продемонстрировать свою технологию. Ну и дальше октябрьский фестиваль, Октябрьфест, как мы его сейчас называем, это уже презентация самой технологии и выход на новый уровень уже заказов, предзаказов и именно оформление транснета, который будет формироваться по фактически всем частям света. Поэтому эта работа идет, друзья, мы сегодня к ней подошли, мы сегодня есть что продемонстрировать и в следующей части как раз у нас очень подробно сегодня есть информационный повод сделать некий анализ по тому, как развивалась, потому что уже третий день работает в Минске, в Марьиной Горке. Это большая делегация с Австралией во главе с Родом Хуком и с представителями крупнейших австралийских компаний по добыче и переработке железной руды, угля. И сегодня мы имеем ряд настолько интересных предложений, которые обсуждаются сегодня в Марьиной Горке. И я думаю, что на следующей неделе шквал новостей, который реально будет приходить уже по результатам этой поездки, он будет зашкаливать просто за все темпы развития, которые у нас были до этого. Ну вот, друзья, давайте, как всегда, по традиции, мы после такой вводной части делаем 3-5-7 минут перерыв, как мы называем, кофе-брейк. За это время идут последние новости с полей, то есть с экотехнопарка. Соответственно, мы продолжим дальше уже нашу расширенную часть. Для тех, кого сегодня информация не удовлетворила, то есть вы считаете, что вам пока со SkyWay не по пути, с тем я прощаюсь. Это традиционная моя, как бы, такая фраза. Ну, как показывает практика, 99% переходят на следующий вебинар и все-таки остаются с нами. Вот. Ну и дальше еще будет одно очень событие для меня важное, лично для меня, которое будет происходить в субботу в Германии, где мне, друзья, как это ни странно, понадобится ваша общая помощь. И я думаю, что общими усилиями мы с вами сделаем еще одну очень серьезную вещь, о которой мы тоже поговорим позже. Ну все, друзья, небольшой перерыв. 3-5 минут. Предлагаю попить кофе и послушать последние новости, которые сейчас являются очень интересными. Субтитры создавал DimaTorzok